Это весна в Первомайске Луганской области одна из самых тревожных и радостных одновременно. Но именно ее жители ЛНР ждали долгих 8 лет. Раннее утро, но в городской больнице Первомайска все на ногах. Совсем рядом в 11 километрах у Попасной идут ожесточенные бои. Громыхает. А здесь прифронтовой госпиталь. Прибытие рязанских врачей неоценимая помощь. С собой у наших все самое необходимое прямо сейчас. Гуманитарка, лекарства, оборудование. Это цифровый рентген-аппарат, который был подарен Российской Федерации. Подобного нет у нас обычный, так скажем, старый рентген-аппарат. А это чем отличается? Качество. Качество картики. Изображение, качество диагностики выше, чем у старых аналоговых аппаратов. Это цифровые аппараты, которые имеют, то есть, есть аналоговые носители информации, есть цифровые. То есть, соответствует возможность передачи данных. Несколько часов на отдых и снова в бой. У хирургов здесь своя линия фронта. Ставка выше некуда. Жизнь человека. В приемном отделении оживление. Поступают первые раненые со штурма города попасная. Тяжелых практически нет. Впрочем, даже легким трехсотам нужна оперативная помощь. Вытащить осколки, пули, зашить рану. Чисто. Чисто. У рязанских врачей первая смена. Наших в Первомайске целая бригада. Анестезиологи, хирурги, есть даже добровольцы-волонтеры. Говорят, приехали за неоценимым опытом. Студент шестого курса Рязанского медицинского университета Антон Савельев. Профессию выбрал еще в школе. Здесь, недалеко от линии фронта, говорит, только утвердился в своем решении. Я не видел для себя просто никакой больше альтернативы, когда заканчивал школу, подавал документ только в один вуз, в Рязанский медицинский, на один факультет, на лечебный. Родители не врачи. Но вот как-то так получилось. Оперировать самому Антону Савельеву еще не приходилось. Но как ассистента его привлекали уже не раз. Например, Антон помогал Александру Копейкину, доценту Рязанского медицинского университета. Но здесь, в Первомайске, ведущему хирургу-травматологу. Решение о приезде сюда созрело практически сразу после того, как была объявлена спецоперация. Это наш гражданский долг, долг каждого врача оказывать помощь людям. В какой бы точке земного шара это необходимо было сделать. Тем более, нашим соотечественникам. Чтобы приехать сюда, рязанцам пришлось взять отпуск за свой счет. Как того требует гражданский долг. Сначала врачи рассчитывали работать в Луганской больнице. Но потом приняли решение ехать на передовую. Помощь будем оказывать всем. Гражданским и военным. Понятно, что у военных это преобладает минно-взрывная травма. Монитарная помощь поступает регулярно. По оснащению, могу сразу сказать, здесь неплохо, хорошо, скажем так. Понятно, что расход идет сейчас очень высокий. Но точно все необходимое есть. Помимо, собственно, бойцов с передовой, наша бригада медицинскую помощь оказывает и мирному населению. Пострадавших хватает. И военные, и гражданские для рязанских врачей в первую очередь пациенты. Без приоритетов и очередности. Потому что русские на войне своих не бросают. Герман Гущин. При содействии телевидения. Луганск, 24.